Всем большой и пламенный привет! По нашей тепло сложившейся зимней уютной традиции в декабре встречаемся с вами, чтобы вместе создать атмосферу праздника своими руками и с теплом души. Я очень люблю разглядывать, как украшены дома в новогодние праздники, поэтому домики для меня особый символ семейного тепла и уюта. И вы видите эту тему часто в моих поделках и видео, поэтому этот вариант не исключение. Вы же можете использовать любой вариант, который вам придется по душе. Лес, олени, сани Деда Мороза, мешки с подарками, снеговьи горы. Поэтому сегодня я вам предлагаю сделать вместе со мной поделку из картона и ПВА. Получится интересно, просто, быстро и без особых затрат. Эту декорацию можно использовать как для украшения стола, подоконника, а также оформить как поделку с вашими детьми в детский сад, например. А еще мне пришла идея, что эту декорацию можно сделать частью украшения новогоднего подарка. Это прекрасная творческая задумка, развивающая фантазию, воображение, а также моторику пальцев рук. В интернете нашла трафареты домиков, которые мне понравились. Я отредактировала их по нужным мне размерам, это 20 см в высоту и 37 см в длину. И распечатала их на обычной офисной бумаге. А здесь я себе создала атмосферное уютное пространство с заставкой, с неспешно падающим снегом, треском горящего камина. И в аромалампу себе добавила 5 капель эвкалипта на 30 мл очищенной воды с солью, чтобы эфирные масла растворялись и аромат длительно сохранялся. В этот момент мой внутренний ребенок захотел яркости красок. Я решила сюжет огоньков в домиках разукрасить в праздничные цвета. Это не обязательно, но как часть творческого процесса очень увлекательно. И на мой взгляд, картинка преобразилась. Из силуэтности стало более понятно считываемой. Но все же для разнообразия какую-то часть окон оставила образной, довольна результатом и получила расслабляющее, неспешное удовольствие от процесса. Преобразовала себе рабочее место, где для создания домиков потребуется картон, у меня это разобранная коробка, трафареты домиков, которые я уже творчески подготовила, ножницы, клей ПВА с содой, канцелярский скальпель, карандаш, скотч малярный, как опция по желанию гелевые цветные ручки, для подсветки гирлянда, и нам нужны канцелярские кнопки для фиксации трафаретов. Начинаю вырезать ножницами трафареты домика. Стараюсь аккуратно, и на камеру это еще и волнительно делать, поэтому еще важно оставаться в фокусе. Как уже мило получается. Следующим этапом перенесем трафареты на картон. Размещаю ровно и закрепляю кнопками, чтобы надежно зафиксировать бумагу. Я обвожу карандашом по контуру, а сейчас подложила дополнительно картон, чтобы не повредить покрытие. Очень аккуратно бережем пальчики от острого лезвия. Вырезаем надавливающими движениями окна. Это кропотливый момент, так как важно максимально ровно, без огрехов это сделать. Снимаю трафарет и по полученной разметке вырезаю насквозь окна из картонной заготовки. И остается вырезать по контуру картона стены домика. Как же уже уютно получается! Красота! Теперь застекляю обратно у окна. Сразу же себе пометьте, где какое, чтобы не запутаться. Чтобы закрепить стекла надежно, использую малярный скотч. Обрезаю кусочек по размеру окна с нахлестом и фиксирую. Отрезаю следующую часть картона для трафарета. И хочу отметить, что картон дает плотность каркасу. А офисная бумага, как пропускающая свет слой, будет создавать иллюзию зашторенного окна с силуэтами, в которые мы заглядываем, проходя мимо и заостряем свой взгляд, разглядывая и ощущая атмосферу. Все заготовки оформлены. И как же мне нравится результат! Уже очень мило и уютно получается. А мы перемещаемся снова к столу и буду готовить объемный снег из клей ПВА и соды, имитировать которая будет глазурь на пряничных домиках. Изначально искала в интернете объемный клей для поделок и не нашла. И решила сделать сама. Подумала, чтобы загустить ПВА, тестировала добавлять пшеничную муку в клей. Но он приобрел кремовый цвет, и это не очень похоже на снег. Затем с размышлениями я обратилась к своей подруге-художнице. Привет, Дина! Спасибо тебе за идею! Отличная техника, которой пользуются в своей работе художники по акрилу, используя в красках для текстуры соду. И я решила в ПВА добавить соду. На 60 грамм добавила 70 грамм пищевой соды. Объем можете варьировать от желаемого эффекта объема. Имея в виду, что если добавить слишком много соды, носик дозатора может забиваться. Обязательно перед работой с клеем подложите пергаментную бумагу или специальный мат силиконовый, чтобы не испачкать поверхность. Вот так было найдено решение. Простое и эффективное. Получается фактура слежавшегося снега. Мелкая текстура присутствует. И главное, быстро застывает. Схватывается с картоном, фиксируясь. Крупинки не отваливаются, а фактура не трескается. Идеальные сугробы получаются. Рисовать сплошное творческое удовольствие. Так вот, наш усовершенствованный клей. Идеально белый и объемный. Обязательно встряхивайте флакон, так как сода может оседать на дно. А также имейте в виду, что клей немного смачивает картон, но когда он высохнет, разводов не будет. Консистенция клея похожа на глазурь. Создается объем отличным. А процесс нанесения снега поглощает и увлекает. Даже если что-то не идеально на первый взгляд, как вам кажется, получается, то в любом случае получается уникально. Потому что повторить мазок и взмах руки также невозможно. И ваша работа заключается в процессе, в ощущении того, как приятно клей и глазурь выходят из тюбика, создавая объем, контраст. И ваша рука творит. Вам не нужно идеально. Намного важнее ощущение и радость от процесса. Мы не на выставке. И мы ни с кем не соревнуемся. Замело, заснежило вьюгой окна, двери. С этим ПВА глазурь клеем заготовки домиков выглядят, как пряничные домики. Кстати, помните, в прошлом году мы вместе с вами домик пекли и собирали пряничный. У меня он до сих пор стоит. А эти заготовки несу на сушку. За час они при температуре 25 градусов в помещении полностью высохнут. Рассматриваю их и понимаю, что каждый домик со своим характером. В процессе создания снежных заносов клей размочил бумагу и цвет чернил слегка мигрировал. Я моментально осознала, что любая, казалось бы, ошибка, огрех, досадная случайность может наоборот создать изюминку и особый неповторимый эффект, украсив результат. Заготовки высохли. Я буду их формировать в единую конструкцию при помощи скотча. Заранее продумываю и примеряю визуально угол крепления и с обратной стороны широким малярным скотчем фиксирую. Крепление надежное, гибкое и мягкое. За счет этого можно варьировать угол установки. А после праздников компактно сложить, убрать и хранить. Творческий процесс продолжается. Композицию по желанию можно украсить искусственными деревьями, мхом, веточками. А теперь пора проверить, как светятся окна и включить свет. Насколько уютно эта зимняя деревушка смотрится, детали, которые хочется рассматривать, и осознание того, что идея воплотилась в жизнь твоими руками, особенно согревает. А если задумка вам понравилась и хочется чего-то большего, то заглядывайте в новогодний плейлист. Там мы с вами и снежный шар делали. И светящиеся снежные декорации. Домик в шаре собирали. Кормушки для птиц делали. Снежный лес с оленями замораживали. Ёлочные игрушки с блестками. Акварелью из солёного теста глазировали. Гель-лаком, кстати, для ногтей. А ещё додумались рождественский венок из водорослей собрать. Давайте вместе умножать добро, уют, передавая друг другу творческие идеи, а также слова поддержки, окутывающие теплом и уютом. С наступающим вас! До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok